всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня у нас очередной рецепт из разряда простых довольно таки быстрых и очень классных я его подсмотрел у одного испанца и мне показалось что многим из вас может вообще всем он придется по вкусу рецепт не испанец по сути это впрочем давайте я приготовлю в конце ролика вы посмотрите и сами напишите на что же это больше похоже понадобится три составляющих картофельное пюре начинка и соус бешамель картошка начищена залита водой так что пусть варится для того чтобы соус бешамель был действительно вкусным молоко надо ароматизировать один из самых главных ингредиентов для этого лук надо не удивляйтесь просто попробуйте кроме того еще понадобится зеленая часть лука парея она мне правда не совсем зеленая и буквально одна веточка свежего базилика совершенно потрясающих ароматов добавил бы свежий шалфей но у нас уже месяц стоит жуткая жара все сгорело в саду поэтому без него ладно молоко на совсем слабом огне ароматизируется самое время заняться начинкой во первых это лук вернее во первых это спонсорский нож хай карбон который плотно вытеснил у меня все остальные я взял вот такой мелкий лук это конечно не синиц но с другой стороны размер здесь значения не имеет как и крупность нарезки чистая вода вкусовщина и сразу отправлю его на сковороду обжариваем на оливковом масле и и надо довести до легкого подрумянивания чтобы сладким стал теперь чеснок резать я его не собираюсь достаточно будет просто очистить от шелухи все наверное можно было бы нарезать вреда не будет но мне хочется получить начинку крупными кусочками они виде такой однородной каши чтобы было чего пожевать к луку его и перемешать отлично пусть жарится теперь лук-порей в данном случае белая часть вот паре можно отправлять в сковороду попозже у него нет такой яркости и горечи как в репчатом поэтому и жарить его надо поменьше оставлю в покое начинку самое время заняться бешамелем из молока уже можно удалять все наши источники ароматов кстати лук перед добавлением молоко для ароматизации можно на сухой сковородке поджарить до коричневые это придаст дополнительно очень интересного оттенка сюда сначала на сухую обжарю муку как проще контролировать степень обжарки цвет и соответственно плотность аромата мне нравится бешамель кремового оттенка но светло-кремового почти белого вот достаточно масло интенсивно перемешиваю можно конечно и сразу муку в масле обжаривать но тогда поймать тот момент когда уже хватит сложнее теперь добавляю понемногу ароматизированного молока тут самое главное не спешить плеснул немного перемешал стало все однородным еще плеснул и еще перемешал только тогда комков не будет только тогда соус будет бархатистый гладкий вот такой сразу на добавить соли сразу перца и сразу мускатного ореха я натираю свежего у него аромат сильнее вот так и будет достаточно и перемешать красота у меня плита индукционная поэтому я совершенно спокойно могу оставить его на самом-самом огне и ничего не подгорит есть у вас газовая ставьте на самую маленькую конфорку на рассекатель под крышкой и пусть тихонечко греется тут у меня меня тут отлично самое время отправить лук порей и перемешать сам займусь приготовлением пюре оно у меня будет стандартным на молоке со сливочным маслом надо как следует размять знаете вот сотню раз слышал страшные истории про то что если пюре готовить не на кипящей молоке то оно становится серым никогда мне не получалось серого я горячим молоком заливает только если точно знаю что за один присес его не съедят и надо будет оставить на следующий день а знаете что только сейчас в голову пришло а может быть те у кого пюре становилось серым использовали просто ядированную соль но помните из школьного курса химии крахмал в присутствии йода становится темным фиолетовым а картошка что сплошной крахмал я-то и озерной солью не пользуюсь может поэтому никогда серого пюре не получал ну и надо завершить с начинкой эти серые серые два незрачные купил замороженными очищены ролик я снимаю 4 августа самый пик туристического сезона цены закономерно на все подросли причем на креветки и прочих морских гадов они подросли совершенно необразимо вчера зашел в магазин и самые невзрачные 50 евро за килограмм я про свежие а те которые покрупнее классные такие они вообще 100 евро без 10 центов жаба мне такой расход подписывать отказалась категорически так что пришлось дать вот такую незрачную замороженную мелочь 15 что ли или 14 евро не стоили смотрите уже покраснели значит еще две минуты и все готово значит можно начинать процесс выложу картофельное пюре на пленку более-менее равномерным слоем на самом-то деле я вижу тут два варианта подачи первый это так как я показываю сейчас а второе сделать все по принципу обычной простейшей запеканки картофельный начинка уже полностью готова сюда и вот так вот отлично и надо завернуть этот картофельный ролл или картофельный рулет в общем мы с вами договорились в начале ролика что определение этом рецепту вы будете давать после просмотра в комментариях собирать такие вот заразы можно как порционно так и виде большого рулета как мне кажется порционная подача более презентабельная вот один большой рулет более простецкий выглядит ну и остается только полить бешамелем да отлично супер если вы пойдете по пути запеканки то этот вот рулет нужно будет отправить в духовку под верхний гриль минут на 10-15 чтобы подрумянить поверхность мне же больше по душе вот этот вариант более мягкий что ли более неженый впрочем вы можете сама не согласиться и завершающий штрих сладный лук все можно пробовать придумали уже определение этому рецепту поделитесь в комментариях так мы чего у нее внутри начинка вот такая вот обожаю бешамель если он ароматизирован на молоке он не только дает классную такую бархатистую консистенцию но и вкус это не то что я вам придумываю уже бешамель этот сотню раз готовил так что там за вкусом возможно вы решите что это непривычно креветки и картофельное пюре но вы же наверняка рыбу с картофельным пюре ели куда то же самое что рыба только вкуснее еще кусочку тяну ну такой вкус ман очень мягкий очень нежный вкус можно было конечно запечь в духовке как я вам уже говорил но мне нравится именно нежная часть бешамеля очень бархатистая очень такая гладкая шелковистая просто здорово лук придал сладости креветки слегка слегка похрустают похрумтывают на эти как морковка слегка припущенная просто здорово готовьте берите рецепт на вооружение ставьте пальцы вверх если понравилось не понравилось вниз жмите там колокольчик какой-то появился да для того что вас оповещали о выходе нового ролика на канале спасибо за компанию и всем пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok